Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда Недомайнер и моя скромная таверна. Новости прошедшего дня действительно вышли очень интересными. Саудовская Аравия без особой огласки продает RTX 3060 Ti, а в сети публикуют спецификации PCI Express 6.0. Тем временем инсайдеры раскрывают подробности о RTX 3050 Ti и 3060, а также о 3080 Ti, которая все же получит 20 гигабайт памяти. Обо всех актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас. Но перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнём со старта продаж процессоров Ryzen 5000. Как вы знаете, сегодня стартовали продажи новых процессоров. И к сожалению, сегодня утром найти в продаже их в РФ просто невозможно, а некоторые зарубежные магазины сегодня только выкладывают предзаказы. Но первый игровой обзор процессоров на архитектуре Zen 3 уже появился на ютубе. Три новые модели сравнили в играх с Core i9-10900K и процессором AMD предыдущего поколения Ryzen 5 3600XT. Тестовая система была построена на базе материнской платы ASUS TUF B550M Plus Gaming, включая 16 ГБ оперативной памяти Team Group T-Force Extreme с эффективной частотой 3600 МГц и видеокартой RTX 3070. Бразильский блогер также получил и топовый Ryzen 9 5950X, но его он оставил для отдельного видео. Однако автор материала отметил, что процессор автоматически повышает частоту до 5040 МГц в Turbo Boost, несмотря на максимальную заявленную частоту в 4,9 ГГц. Сами же процессоры AMD показали прекрасные результаты. Все старшие модели по производительности догоняют и обгоняют как стоковый Core i9-10900K, так и разогнанный до 5 ГГц. Только в двух играх разогнанный Core i9-10900K показал значительное преимущество, это GTA V и Red Dead Redemption 2. В других играх разница либо мала и находится в пределах погрешности составляя 1-3 кадра, либо десятиядерный флагман Intel проигрывает. Я вам бегло покажу результаты тестов, а если вам интересна какая-то конкретная игра, то можете просто поставить на паузу. Вот результаты Assassin'а, где процессоры выступают на уровне 10900K. В CSGO процессоры Ryzen 5000 просто уничтожают флагмана конкурента. В Far Cry 5 ситуация примерно равна, но Ryzen все равно чутка побеждает. В симуляторе полетов от Microsoft победа тоже за Ryzen. В For Honor ситуация немного патовая, а вот в GTA 5 Intel действительно быстрее, но в разгоне. Rainbow Six Siege тоже за Ryzen. А в RDR 2 побеждают синие. В Lark'е, как и ожидалось, побеждают Ryzen 5000 и в третьем Ведьмаке тоже. И как ни странно, но в новом Watch Dogs тоже победили Ryzen 5000. В общем, как и ожидалось, на рынке появился новый лидер. Но есть один интересный нюанс. Как вы заметили, разницы между топовыми камнями и 5600X практически нету. Выходит, что самым вкусным приобретением для нынешних игр становится именно 5600X. Предлагая чуть меньшую производительность в сравнении с 10900K. Ну а по видеокартам стало известно, что RTX 3060 и RTX 3050Ti будут оснащены новым графическим процессором Ampere, который скорее всего получит название GA106. RTX 3060 получит 3840 ядер, а в распоряжении 3050Ti окажется 3584 ядра. Остальные характеристики пока неизвестны. Но примечательно, что младшие карты линейки будут поддерживать лучи, а не как это было в прошлом поколении. Ожидается, что Nvidia представит эти видеокарты в начале следующего года. А вот свежий инсайт о RTX 3080Ti рассказывает, что видеокарта получит точно такой же чип, как и старшая RTX 3090, но будет оперировать 20 Гб памяти через более узкую шину в 320 бит. А вообще, если посмотреть на количество карт, которые зеленые то планируют выпускать, то отменяют, можно сделать вывод, что AMD действительно заставила их шевелиться. Но RTX 3080Ti на 20 Гбайт была бы очень кстати, тем более с кристаллом RTX 3090 и ценой хотя бы 1100 убитых енотов. Ну а никаких официальных заявлений от компании Nvidia в отношении будущего анонса видеокарт RTX 3060Ti до сих пор не поступало. Однако новинка уже продается в Саудовской Аравии. Один из местных продавцов утверждает, что видеокарты находятся у него на складе и предлагаются в его розничном магазине, а также на его веб-сайте. Многие не поверили данному заявлению и фотографиям видеокарты, после чего продавец опубликовал интересное видео, которое полностью подтверждает его слова. Он также добавил, что сюрприз для всего королевства. RTX 3060Ti уже прибыла и доступна для покупки до своего официального релиза. Сам же продавец оценил вариант Gigabyte 3060Ti в 3666 саудовских реалов, что по текущему местному курсу составляет около 986 убитых енотов. Согласно прогнозам, официальная стоимость младшей модели Ampere будет составлять менее 400 долларов. Таким образом, магазин из Саудовской Аравии переоценил её более чем в два раза. А ещё более полугода назад AMD представляла архитектуру графических процессоров ComputeDNA, оптимизированную специально для ресурсоёмких вычислений. Как мы знаем, сегодня велик спрос на обработку и ускорение систем искусственного интеллекта, глубокого обучения и прочих научных задач. Специализированные ускорители AMD Instinct созданы как раз для этой сферы, а официальный анонс нового поколения Instinct может состояться уже 16 ноября. Сотрудники одного ресурса случайно обнаружили эту информацию в своём выпуске корпоративного журнала AMD за октябрь. На самом деле журнал доступен зарегистрированным пользователям в разделе сайта AMD для партнёров. Одной из тем выпуска стал новый стиль логотипа Radeon, который был нарисован со шрифтом, используемым для обозначения процессоров Ryzen. Также пытливый взгляд журналистов обнаружил информацию о брендировании ускорителей Instinct, состав линейки и дату 16 ноября. Интересно, что компания исключила ассоциации с игровыми видеокартами из официального названия ускорителей, убрав слово Radeon. Хотя в предыдущих утечках они фигурировали именно как Radeon Instinct. Хотя таким же путём идёт и Nvidia в наименовании собственных игровых и профессиональных продуктов. А тем временем был утверждён новый стандарт PCI Express. На днях компания PCI-SEEK выпустила полную версию спецификации PCI Express 6.0. Выпуск полной версии указывает на то, что технология была определена, а её электрические характеристики были проверены с помощью тестовых микросхем. По сути это означает, что PCI Express 6.0 готов и работает. Новый стандарт увеличит скорость передачи данных до 64 Гига транзакций в секунду на контакт и получит импульсную амплитудную модуляцию с четырёх уровней сигнализации или сокращенно просто PAM-4. Кроме того, PCI Express 6.0 использует обнаружение и исправление ошибок методом упреждения с малой задержкой для обеспечения высокой эффективности. А вот компания Zalman представила корпус M3 Plus RGB для настольной игровой системы на основе материнской платы типа размера Micro ATX и Mini ITX. Изделие получило довольно строгий дизайн в полностью чёрном цветовом исполнении. Новинка обладает хорошей вентиляцией, ведь фронтальная и верхняя панели имеют сетчатое покрытие. Сбоку установлена стенка из закалённого стекла толщиной 4 мм, через которое отлично просматриваются внутренности ПК. Сам корпус изначально оборудован четырьмя 120 мм вентиляторами с многоцветной RGB подсветкой, три из которых установлены спереди и ещё один сзади. При необходимости можно задействовать и жидкостное охлаждение с 240 мм радиаторами, а ограничение по высоте процессорного кулера составляет 165 мм. Ну а один из пользователей умудрился получить в свои руки приставку Xbox Series S до релиза. На презентации было объявлено, что в Xbox Series S установлен кастомный SSD ёмкостью 512 Гб. А согласно данным пользователя, из них только 364 Гб отведено под установку игр, а под систему зарезервировано 148 Гб. Видимо это связано с функцией Quick Resume, которая позволяет запускать несколько проектов одновременно и переключаться между ними за считанные секунды. Под эту возможность наверняка выделена отдельная часть памяти SSD. А самого объема в 364 Гб вряд ли хватит всем, ведь с нынешними аппетитами это всего то пару игр. А вот пользователь под псевдонимом Denis Winter создал интересную модификацию для Red Dead Redemption 2. Модификация по сути представляет собой измененный файл настроек и позволяет запускать Red Dead Redemption 2 на видеокарте с 2 Гб видеопамяти, в обычном случае игра запрещает так делать. А по словам разработчика мод использует сочетание низких, средних и высоких параметров графики для баланса между качеством изображения и производительностью. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.